Все включено. Добрый день. Мы начинаем нашу восьмую лекцию из курса по второй половине книги «Второй законе». Мы находимся в 31 главе, раздел «Ваилэх». Это уже завершение книги «Второй законе». И это передача руководства от Маше к Иоашуа. 31 глава, 14 стих. А у вас книжки нет. Так, не сносить некоторые без книжки. Да, откроешь? Так, чтобы можно было... Так, хорошо. Значит, мы раньше обсуждали в предыдущих лекциях, мы обсуждали благословение и проклятие и завершение завета в степях Муава. И в конце вот всего этого процесса, завершение завета, Моисей должен передать руководству Киашуа. И эта передача руководства имеет несколько аспектов. Вообще, как бы Моисей завершает Тару и передает ее. И важно, что передача, она идет не по одной линии, а по нескольки. То есть, Моисей пишет Тару и передает ее священникам и левитам и старейшинам. То есть, есть передача Тары как текста и как изучение Тары. Здесь письменное... Это вопрос применения. И здесь в вопросе применения Тара, письменная и устная, передаются священникам, старейшинам, то есть мудрецам. Совершенно другой аспект – это передача Тары и Ашуа. И она совершенно иная. В 31 главе мы читаем такой стих. 14 стих 31 главы. «И Господь сказал Моисею, вот дни твои приблизились к смерти. И Медеаж считает, что это последний день жизни Моисея. Призови Иаашу, встаньте в шатре откровения, я дам ему указание». И по Ишел, Моше и Ашуа встали в шатре откровения, явился Господь в столпе облачном, и они получают откровение. Что мы здесь видим? Мы видим, что передача Тары к Иаашуа происходит не через передачу текста или традиции, или учения, а через передачу откровения. И это два совершенно разных аспекта. То есть, есть аспект применения Тары. И этот аспект применения Тары, он идет к мудрецам, он идет к священникам или к старейшинам. И дальше это вопрос применения текста Тары, письменной и устной Тары. А есть совершенно другой аспект передачи Тары. Это передача откровения. И передача откровения, она здесь идет к Иаашуа, дальше она идет к пророкам, а дальше она идет ко всему народу в целом. То есть, эти линии, они разные. Потому что, что такое передача откровения? Неверно, некоторые как бы так полагают, что неверно совершенно, что передача откровения – это дописывание дальнейших текстов. И такой аспект есть, но он совершенно не главный. Да, пророки действительно писали дальше тексты. Но главная передача откровения – это передача открытого диалога, ну, не открытого, но это передача живого диалога с Богом. Вот этот вот живой диалог с Богом, он не идет к мудрецам. Он идет сначала к Иаашуа, но как к лидеру всего народа. И дальше он идет к народу в целом. То есть, здесь очень важно, что здесь есть два аспекта передачи тары. Есть передача того, что нужно соблюдать, а есть передача откровения. И это не одно и то же. Дело в том, что то, что нужно соблюдать – это границы. Это галаха, за которые нельзя выходить. Но кроме того, что есть границы, есть еще некоторое руководство в жизни. И понимание текущей жизни как диалога с Богом. Понимание того, что Бог хочет в каждую новую историческую эпоху сказать. Еврейский подход исходит из того, что диалог с Богом продолжается, то есть есть дальнейшее постоянное откровение, но все, что было раньше, не отменяется. И поэтому то, что человек дальше, или человек, или народ получает дальше, не может отменить то, что было раньше. Закрыто, да? Значит, через окно там все-таки шумно. Ничего не поделаешь тогда. Нет, это перед Песохом соседи наши чистят дом. Поэтому ничего не поделаешь с этим. Да, так вот, есть два аспекта. Я думаю, что отодоксальная позиция еврейская говорит, что откровение продолжается, но это не отменяет предыдущего. Поэтому все заповеди, все, что есть в таре письменной и устной, оно продолжается, оно продолжает действовать. Но оно, даже заповеди в письменной и устной таре, вовсе не отвечают нам на все вопросы жизни. Есть всегда возникающие новые вопросы жизни, которые мы должны решать сами. При том, что мы находимся в рамках закона и в рамках заповедей, все равно есть огромное число вещей, которые невозможно однозначно решить. Как относиться, например, простейший вопрос к современной науке? Его невозможно решить просто на основании заповедей. Как относиться к культуре, как относиться к социуму и ко всем новым вещам, которые возникают в жизни при постоянном развитии жизни? Вот найти свой путь вот в этом, в таком диалоге с современностью нужно через продолжающееся божественное откровение. И оно идет через Яшова и дальше через весь народ. Совершенно отдельно от этого идет заповедь и тары, что можно и что нельзя. То есть, что можно и что нельзя – это один аспект, а как правильно наполнить свою жизнь – это второй аспект вот в этих границах. И вот это «как правильно наполнить» – его нельзя передать просто от предыдущих поколений. Каждое поколение решает само. И поэтому совершенно необходимы несколько линий передачи, в которых весь народ является тоже элементом этого продолжающегося откровения. При том, что законы, например, народ не знает так уж хорошо, и он их спрашивает у мудрецов. Поэтому законы народ продолжает спрашивать у мудрецов, но определить свой путь жизни в рамках этих законов – это решает народ сам и каждый из нас. И в этом смысл двух разных вещей откровения, двух разных линий откровения. И того, что мы здесь видим, что Иоашуа получает именно откровение, а не просто тару как текст, или даже как устную тару, а ее получают священники и старейшины. Здесь, наверное, надо еще отметить, что фактически шатер является продолжающейся как бы мини-горой Синай. И в этом плане Иоашуа подключается к откровению на Синае. Поэтому Иоашуа дописывает тару, и в этом нет никакой проблемы, что вся таря дана машина Синае, и тем не менее Иоашуа ее дописывает. Окей, пошли дальше. Теперь вообще весь раздел Вейлэх, который мы обсуждаем, это и есть передача тары. И поэтому мы раньше... Получается, что передача тары состоит из нескольких частей, как мы сказали. В начале раздела Вейлэх мы обсуждали передачу написанной тары священникам и левитам. Дальше мы обсуждали заповедь Гаггель, все собрания, когда царь должен зачитывать тару народу раз в семь лет. А здесь передача Иоашуа соучастия в откровении. Но после этого тара переходит к песне, которая называется Газину, которая завершающая песнь тары. И вот эта вот завершающая песнь тары, к которой мы сейчас перейдем, она говорит о будущих временах, то есть это последнее откровение, которое получает Моисей, после уже всего, что он дал. Это его последняя заповедь, которую получает Моисей. И когда он уже передает руководство, то через него также передается некоторое представление о будущем. Это 31 глава, 16 стих. Итак, «И Господь сказал Моисею». То есть мы видим, что с одной стороны уже Иоашуа тоже соучаствует в откровении, но Бог здесь, тем не менее, говорит Моисею. «Ты будешь похоронен с отцами своими, а народ этот встанет и будет нарушать все, ходить за божествами иными, и тогда возгорится мой гнев на него, и сокрою мое лицо, и он будет истреблен, постепят его многие бедствия, и он скажет, не потому ли, что нет Бога среди меня, а постепи для меня эти бедствия. А я совершенно сокрою мое лицо в тот день за все то зло, которое он сделал». И вот эту песню напиши, которая будет идти дальше, и научи ей сынов Израиля, и вложи в их уста, чтобы она была свидетельством для них о том, как бы и Всевышнему свидетельством, и им свидетельством о том, что их постигнет наказание, если они будут неправильно себя вести. Теперь, что в этом отрывке очень важно и необычно? Во-первых, он начинается с противопоставления между Моисеем и народом, что Моисей, как бы вот он ложится в могилу, а народ встает. И это противопоставление, которое прямо видно в стихе, что ты ляжешь в могилу, а народ встанет, оно объясняется, что народ может встать, только когда ты умрешь. Пока Моисей жив, народ не может стоять. То есть Моисей такой великий лидер, который не оставляет людям возможности самим идти по свои пути. Он настолько доминантен, он настолько диктует всем свою позицию, даже не зависимо от своего формального статуса. Он настолько великий, что у людей не остается подумать самим и не остается возможности жить самим. То есть пока народ с Моисеем народ находится в стадии ребенка, он не является взеустом. Мы обсуждали уже несколько раз идею о том, что выходя из Египта, народ рождается. И мы обсуждали, что в этом плане, когда Яков и его семья приходят из Вавилона в Египет, то это зачатие народа, дальше народ увеличивается, умножается в Египте, это беременность, дальше начинаются схватки, это казни египетские, дальше воды оступаются, народ выходит, это рождение. То есть исход из Египта, это рождение еврейского народа. Поэтому мать еврейского народа это Египет, а отец еврейского народа это Вавилон. Это мы обсуждали много раз, и когда народ кормит манной, то это такое грудное вскармливание. Манна, это хлеб с неба, в том смысле, что он никак не должен его заябатывать, он никак не должен его сам добывать. Он находится в младенчестве. Младенец своей еды не добывает, ему ее дают. И потом его отправляют, поэтому его кормят манной, потом его отправляют в школу, чтобы он учился, потом он должен повзоослеть и ходить по пустыне, а дальше он взоослый. Вот взоослость народа, это когда он переходит через Иордан и женится на Стоянии Израиля, поэтому Стояния Израиля – это жена народа, еврейского народа. Но вот этот момент, когда он взоослый, он должен уйти от родителей и от того, что ему все диктуют. Он должен начать жить самостоятельно, даже если он будет совершать ошибки и делать неправильно. И поэтому, чтобы народ мог начать развиваться, Моисей должен уйти. То есть уход Моисея, как Великого Духовного Лиги, является абсолютно необходимым для того, чтобы народ мог начать сам встать своей на ноги. И как только народ встанет на ноги, первое, что народ сделает, или там близко от первого, он будет делать неправильно. Он будет идти за разными идолами, он будет отходить от Всевышнего, потому что это является частью его самостоятельной жизни. То есть нужно дать народу совершить ошибки. И здесь ничего не поделаешь. Невозможно сделать так, чтобы избежать этих ошибок. Народ должен обязательно сам все это пройти, весь этот путь. И поэтому, дальше говорит Всевышний Моисею, ты умрешь, являешься своими отцами, а народ этот станет и будет ходить за божествами чужого народа, куда он придет. Возгорится гнев у него, я ставлю сокровое лицо, он будет там поражен, и постил у него бедствия и невзгоды, и скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога среди меня, что меня постил веки бедствия. А я совершенно сокрыл от него лицо в тот день. И вот эта вещь абсолютно непонятна. То есть, здесь совершенно непонятно, почему Бог скрывает лицо от еврейского народа в то время, как народ хочет обратиться к Всевышнему. Казалось бы, наоборот, если они будут плохо себя вести, я сокрою лицо, а потом они ко мне обратятся, ну так я тогда им отвечу. То есть, нам была бы естественная вещь, естественный порядок здесь был бы, если, когда они делают плохо, то я оставлю, а когда они вернутся, то я к ним обращусь. А здесь не так. 17 стих. И я оставлю их, когда они будут плохо вести себя, оставлю их и сокрою лицо, а дальше, в конце 17 стиха, они говорят не потому ли, что нет Всевышнего на пасти в греки бедствиях, я бы называю отица, а 18 стих, а я совершенно сокрою лицо от них. То есть, сокрытие лица происходит в тот момент, когда они, казалось бы, хотят вернуться к Богу. Этот порядок абсолютно непонятен. И Раф Шерки объясняет это следующим образом. он говорил. Во-первых, очень важно, чем этот отрывок отличается от других похожих отрывков, где сказано, что если вы будете вести себя плохо, то будут наказать. Таких отрывков много. Более того, мы только недавно, только что в разделе Ницавим читали об этом. Ницавим, и в разделе ВЛХ вначале, там было, что когда вы будете вести себя плохо, вас изгонят, а дальше ты на краю земли обратишься к Богу. И там мы разбирали процесс возврата в страну Израиля и стадии этого возврата, который мы наблюдаем сегодня в жизни государства Израиля. А почему здесь иначе? Потому что здесь ничего не сказано про изгнание. Это совершенно другой аспект. Когда говорилось про изгнание, то там действительно были несколько стадий возвращения. А здесь говорится не про изгнание. Здесь говорится про взросление народа. В чем же состоит взросление? И вот это ключевой момент для понимания этого отрывка, без которого он совершенно непонятен. Взросление состоит вот в чем. Что сначала, кроме того, как вы видите, здесь ничего не сказано про заповеди. Здесь сказано только про идлопоклонство. то есть они придут другим идолом будут служить, другим богам. Теперь, в чем здесь суть дела? Что когда вы будете ходить за другими, за чужими богами, тогда у вас будет плохо, и дальше и скажешь ты, не потому ли мне плохо, что нет Всевышнего. А вот в этот момент я закрою свое лицо. Теперь, то есть, что мы здесь видим? Люди обратились к Богу, потому что им плохо. Люди сказали, не потому ли постиг для меня несчастье, что я, что нет Всевышнего среди меня. А Всевышний не хочет, чтобы к нему так обратились. То есть, этот, этот отрывок, он, его понимание и его отличие от других отрывков на том и базируется, что здесь не сказано об изгнании возращения, здесь сказано о взрослении. Чем отличается вера ребенка от веры взрослого человека? Ребенок полагает, что если он будет верить или же будет там служить Всевышнему, если он будет хорошо себя вести, то он получит за это конфету. И он служит только, чтобы эту конфету получить. Не в том дело, что Всевышний не дает благо кем, кто правильно себя ведет. Это есть. Но это не должно служить основанием. Не должно быть причиной связи с Богом то, что человеку плохо и он хочет, чтобы ему было хорошо. То есть на начинающем уровне это разрешается, а на взрослом уровне это нет. И поэтому, когда у нас идет начинающий уровень общения Всевышнего с народом, то там сказано именно так. Вот тебе плохо, а вот ты будешь правильно себя ведать, и тебе будет хорошо. Вот такая линия проведена в предыдущих книгах вторых. И это является начальной стадией. Когда народ только-только вышел из Египта, только начинающей стадии это можно. Тогда можно. Вы еще дети, хорошо, ведите себя хорошо, получите конфету. Не ведите себя плохо, будет наказание. Но на продвинутой стадии это совершенно недопустимый уровень. А здесь говорится о взрослении, не о том, что будет изгнание и возвращение. Это все пропущено. Здесь описано о самом процессе взросления, независимо от того, как народ перемещается. И вот в этом процессе взросления, если люди начинают обратиться к Богу только потому, что им плохо и у них несчастье, они хотят, чтобы было хорошо, то на уровне взросления лицо Всевышнего будет закрыто. Потому что от людей требуется на этом уровне взросления совершенно другой уровень связи с Богом. Не уровень, чтобы мне дали конфетку, а уровень, потому что это и есть правильный путь, в который я хочу идти. Это и есть мое влияние на мир. Это и есть только я хочу мир исправить. То есть человек связывается с Богом не из прагматических соображений, что ему плохо, а должно быть хорошо, а из идейных соображений, из того, что он хочет изменить мир. И только тогда он может ответить. Поэтому евреям нужно вот этот кусочек, вот это представление о Боге, оно является необычайно важным, но оно не может быть объяснено напрямую тому поколению, о котором Моисей разговаривает. Потому что они еще, хоть они уже и повзрослели достаточно, чтобы войти в страну Израиля, и хоть они уже и продвинулись, это еще сильно-сильно не дошли они до той стадии, когда действительно можно будет связываться с Богом вот таким образом. То есть сокрытие Божественного имени тогда, когда народ хочет обратиться к Всевышнему из практических соображений, это можно делать только с взрослыми людьми, с взрослым народом, с продвинутым народом. На начальной стяге этого делать нельзя. И поэтому вот этот вот этот отрывок не дается народу, а он дается через Моисея с как бы отложенным увещеванием. Теперь, что такое отложенное увещевание? Это означает, что нельзя это все прямо сейчас людям все объяснить, они не поймут. А нужно сделать так, чтобы эта идея у них осталась в голове, и чтобы они могли ее применить на гораздо более дальней стадии развития. И вот эта гораздо более дальняя стадия развития, это стих 19-й. И он говорит, напиши себе эту песню и текст песни дальше, и научи сынов Израиля, чтобы они дальше как бы ее знали, чтобы когда вот это все будет, чтобы они это поняли. И там 21-й стих, и когда постинут их мочистные бедствия невзгоды, эта песня будет свидетельством против него, против народа, и она не забудется в устах потомства, потому что это нужно именно для потомства. Что такое вообще, таким образом здесь такая ситуация, это увещевание о том, что закроет лицо свое, это увещевание вложено в песнь, но эту песню нужно написать и научить потом. И это вещь необычная. Что такое песня? Значит, песня по своей сути, чем отличие песни от прозы? Проза это информация, песня это ассоциации, это некое общепредставление, это некий мотив, который невозможно формализовать в смысле информации. Человек поет песню не для того, чтобы узнать информацию. Например, человек очень часто поет песню, которую он и так знает. Он сам ее поет для себя. Это не значит, что он получает информацию в этой песне, а он переживает эту вещь. Прозу человек так не делает. Нет такого, чтобы человек выучил поэзоический текст и читал его себе. Или это уже такая проза, которая почти стихи. Вот стихи отличаются тем, что нам важно для самих себя их повторять. Это некая схема, которая в процессе нашего собственного развития приобретает другой вид, другие особенности. Мы по-новому ее понимаем. И поэтому ее нужно, казалось бы, песню выучить. Но здесь сказано, эту песню нужно не выучить, а сначала ее написать, а потом ее выучить. И вот записать песню, а потом ее учить, это отложенная песня. Потому что запись это то, что они будут читать позже. И эта запись текста, этот текст, он с одной стороны будет песню, которую они будут знать, но с другой стороны он будет записанным. Потому что он предназначен следующим, вот этот акт записывания подчетивает, что это предназначено следующим поколением, а не тому поколению, которое сегодня. Не потому что поколение, которое сегодня будет себя правильно вести, оно тоже может себя неправильно вести, но оно не в состоянии еще войти со Всевышним во взрослые религиозные отношения. Взрослые религиозные отношения могут быть только через, во-первых, большое и длинное развитие народа, и во-вторых, как это здесь не странно, эти взрослые религиозные отношения идут после того, как народ отошел от религии. Ведь, видите, здесь народ этот будет ходить за божествами другого народа, и тогда вот это все можно будет понять. То есть, в некотором смысле здесь получается, что народ должен отойти от Тары, отойти от Бога, и только тогда, когда он будет возвращаться, вот тогда уже он должен уже пройти долгий путь для этого сам, и он должен быть достаточно взрослым, и только тогда он сможет понять эту песню. Таким образом, здесь у нас эта песня, которую мы сегодня разберем, мы ее в следующий раз будем разбирать, эта песня, она предназначена для того, чтобы мы могли понять, как устроена жизнь через много-много поколений. А вовсе не для руководства. И в этом отличие песни от прозы. Вся Тара, основная часть Тары, это проза. Для чего предназначена проза Тары? Она предназначена для того, чтобы нам дать указания, чтобы нам поставить заповеди, чтобы нам поставить цели, чтобы нам поставить границы, чтобы можно было решать текущие вопросы. Вот для этого нужна проза Тары. Она нам регулирует жизнь, в которой мы живем. А песнь, которая, вот это Гаазину, следующий раз сделан, она нужна совсем не для этого. Она нужна для того, чтобы в будущем народ, когда произойдут те или иные исторические события, произойдут несчастья, и произойдет сокрытие лица Всевышнего, чтобы народ смог правильно истолковать ситуацию. И правильно истолковать ситуацию при сокрытии Всевышнего, это очень сложно. Например, скажем, нам сегодня, в 20 веке, в 21 веке, после Второй войны, очень трудно истолковать ситуацию катастрофы. А почему это произошло? А где был Бог? А как он это допустил? И это как бы не вяжется со всем остальным. И известный как бы комментарий, что совершенно сокрыло лицо это одно из проявлений этого, например, катастрофы. Но зачем таким эта песня нужна? Чтобы в это будущее время, а песня именно потому, что не проза, потому что песня особенно в ассоциациях и ассоциирует ее человек с современными ему событиями. Он по-новому смотрит на песнь каждой следующей точки своего развития, своего окружающего мира. И поэтому в этой будущей ситуации эта песня поможет еврейскому народу правильную перспективу взять и правильно оценить и правильно понять соотношение свое с Богом. И таким образом здесь сокрытие, почему происходит совершеннейшее сокрытие? Это очень важный аспект. Совершеннейшее сокрытие происходит тогда, когда человек возвращается к Богу из чисто прагматических целей. Причем заметьте, что здесь не сказано, что это будет из-за этого, значит, что плохо человек обратился к Богу. Что, например, то, что он обратился к Богу из прагматических соображений, это не значит, что это плохо. Это просто означает, что ситуация еще не завершена. И вот это сокрытие прагматического обращения к Богу, сокрытие лица Бога, точнее, при прагматическом отношении, это, грубо говоря, то, что Бог не отвечает на молитву. То, что человеку не получается просто, ну вот я стану религиозным, я буду собрать заповеди, будет хорошо. Ничего подобного, очень, может быть, не будет хорошо. Потому что это сокрытие, именно оно заставляет идти на следующий уровень. И поэтому, чтобы человек в этой будущей ситуации, человек и народ, смог правильно понять ситуацию, для этого делается песня. Для этого она, во-первых, поэтическая, а не прозаическая, потому что она построена на ассоциациях, а не на указаниях. Здесь нельзя дать указания, просто формальные указания, как что делать. На это есть тара, она никуда не девается. Но эти прагматические указания, их недостаточно, чтобы осознать историю. Она построена на ассоциациях, во-первых. Во-вторых, эта песня отложенная, то есть ее нужно написать и одновременно ей научить. Именно для того, чтобы следующие, будущие поколения могли ее петь. И во-вторых, эта песнь является последним, что Моисей должен передать народу. Уже все заповеди даны, уже все указания даны, уже весь завет заключен, уже руководство передано к Иоашу, и остается что-то, что есть у Моисея. И здесь интересный момент такой сказан. Интересный момент. В девятнадцатом стихе сказано так. Напишите себе эту песнь и научи ей, сынов Израиля, теперь, то есть напишите во множественном числе. И Медляж говорит, что это Моисей и Иоашу должны были вместе как бы ее писать. То есть Иоашу здесь уже участвует в откровении, он не может быть уже убран. Но при этом только Моисей ей учит, поэтому Медляж говорит так, что Моисей писал, а Иоашу читал. То есть, когда нужно было написать и прочесть, то, соответственно, Иоашу читал то, что Моисей писал, и поэтому он участвовал как бы в этом, но не мог быть автором песни. Как бы не через него приходит песня. Почему не через него? Потому что это вещь отложенная. Это не для Иоашуа. Иоашу должен его проводить конкретно завоеванием страны. Его роль здесь, это роль Лидия, который должен победить. И поэтому то, что будет несчастье, потом это совсем не его касается. Это не в его поколении. Это именно аспект вечности. То есть, это аспект очень далеких времен. Когда люди должны будут сами осознать, что несчастья были не случайны. Поэтому Иоашуа не может не присутствовать при написании, но он и не может быть автором. Потому что Иоашуа — это не аспект вечности, это аспект текущего завоевания. А Моисей — это аспект вечности. Вот. И таким образом получается, что завершая эту всю как бы эту линию, что и мы это уже осматривали в других аспектах тоже, что процесс геулы и процесс обращения человека к Богу не идет гладко. Мы обсуждали это раньше в вопросе общенационального возвращения из изгнания. Что народ возвращается из изгнания и вдруг опять кризис в самом процессе возвращения. И мы там обсуждали, что сначала происходит физическое возвращение, но еще не духовное. Поэтому физическое возвращение, оно необходимо, но потом должен быть кризис физического возвращения, который требует перейти, построить следующий этаж. Над физическим возвращением построить еще и духовное возвращение. А здесь сказано не про возвращение народа из изгнания, А про собственное обращение к Богу, которое, оказывается, тоже не идет гладко. Потому что сначала обращение к Богу, оно прагматическое. И чтобы преодолеть прагматическое возвращение, Всевышний делает так, что это обращение, это возвращение не принимается. То есть Всевышний не принимает обращение к нему для взрослого народа, для продвинутого народа, когда оно построено на прагматических потребностях, заставляя перейти к более высокому уровню отношений с Богом. Ну вот более-менее то, что я хотел вам сегодня сказать. Сейчас я посмотрю, что еще хотел сказать. Я здесь очень замечательно, я в Шерке делал такой замечательный комментарий, что эта песня, если мы сравним с какими-то элементами сегодняшних женщин, то это будет, соответственно, гимн. То есть народ, возвращаясь в страну, поет гимн. В чем уже состоит гимн? Гимн говорит, будешь плохо себя вести и будут наказания, а если будешь обращаться к Всевышнему с прагматическими запросами, то ответа не получишь. И вот такой необычный гимн является гимном еврейского возвращения в РЦСР. Так, вопросы? Ну, отдельно видим, что намет на том, что прагматическое, то есть интересантное, интересантный подход, он подход не самый наилучший. Есть еще какие-то места, которые говорят, что мне нехорошо быть интересанным, ведь мы все интересанты. Почему я женюсь на своей жене? Потому что не только потому, что она такая красивая, потому что она не нужна. Ну, я бы сказал, вот это вот хорошая параллель. Вот, значит, вопрос. А мы же вообще все интересанты. Вот, значит, здесь вопрос. Вот я женюсь на своей жене, потому что она мне нужна. Ну, в общем, это только начальный уровень развития отношений с женой. Я бы сказал, что человек-продвин, продвигаясь постепенно, может, он начинает с этого, так сказать, в своей семейной жизни иногда, но продвигаясь, он, конечно, должен понять, что это не так. Что, конечно, ему нужна, но вообще-то гораздо более важно, что он ей нужен. И он может развиваться не на том, что он что-то получает, а на том, что он что-то дает. Или, точнее, даже не просто дает, а что он вместе с ней создает. И поэтому человек, как бы самый низший уровень, для человека главное получать. Ну, вот там, например, друдной младенец, он хочет получать. Потом человек понимает, что давать – это гораздо более высокий уровень, чем получать. А потом человек понимает, что создавать – это еще более высокий уровень, чем давать. И поэтому, как раз в отношениях с своей женой, то, что вы привели пример, как раз, может быть, вначале он думает, что он получает, а потом он понимает, что он дает или создает. И это и есть взросление. Ну, где в Торе написано, что романтический подход, он не самый новый? Вот здесь. Да, вопрос, где в Торе написано, что романтический подход не самый наилучший. Вот здесь и записано. И это написано только в самом конце. В основном в Торе не было этого. В том-то и дело, что это правильное ваше замечание. Что в основном в Торе было так, что будешь хорошо себя вести, получишь награду, будешь плохо себя вести, получишь наказание. И это было вполне прагматическим, и, может быть, вполне так прагматическим. Потому что то поколение, с которым Моисей говорил, не только поколение рабов, которые вышли из Египта, даже поколение, которое прошло через пустыню, поколение свободных людей, они только-только начинают историю народа. И тогда, да, действительно, ребенку нужно говорить, будешь себя хорошо вести, получишь конфетку, будешь себя плохо вести, накажу. Но это начальный уровень, когда он продвигается и становится взрослым, потому что тогда невозможно так разговаривать. Будешь хорошо себя вести, даже ты будешь хорошо себя вести, ради конфетки. Это уж никуда не годится. Человек должен себя хорошо вести, ради идеализации ценностей, ради того, что он реализует собственный духовный потенциал, ради того, что он может создать, и может миру помочь, и может мир продвинуть. Так определяет себя продвинутый человек. Это и есть связица. И совершенно верно, что в основном в тексте Тары этого почти не было. Это в завершении Тары. Именно потому что это нужно отложить для следующих поколений. И невозможно было давать тому поколению. Но может Шер-Шерима это какое-то такое объяснение? Я не хотел сейчас залезать в Шер-Шерим. Зачем? У нас есть Шер-Разину, которая у нас в тексте Тары. Шер-Шерима – это потом, это дальнейшее. Я не хочу ее сюда соединять. Здесь достаточно Шер-Разину, которая в Тарем, в Таризаконе сама написана. Так, Гриш, вопросы есть? Там у нас чат есть. Так, сейчас посмотрим, есть ли ваши вопросы. Сейчас я попробую, могу открыть кэш Фейсбук, попробовать посмотреть, есть ли в Фейсбуке вопросы. Нет, в Фейсбуке вопросов у нас нет. Хорошо. Тогда, Гриш, видно ли что-то вопросы? Интересно, чтобы людей религии, чтобы избежать такого прагматизма, придумали ад и рай. И в исламе, и в христианстве, для того, чтобы избежать вот только прагматизма, они придумали и рай. Вот говорят, будешь хорошим, попадешь в рай. Это тоже форма прагматизма. Конечно. И аят — это тоже форма прагматизма. Не форма прагматизма — это ты вкладываешься в исправление мира. Да, Гриш, я слушаю. Чем отличается откровение от пророчества. — Ага, окей, да, окей. Вопрос. Чем отличается откровение от пророчества? Значит, пророчество — это одна из форм откровения. Разумеется, пророчество — это откровение. Но откровение божественное может быть не только пророчеством. И это касается концепции, которую я говорил уже много раз, которая называется «продолжающееся откровение». Эта концепция говорит, что даже хотя пророки закончились, все равно Всевышний ведет с нами диалог не только через пророков, а через всю жизнь. Но после окончания периода пророчества, в 4 веке до новой эры, осталось только откровение через окружающий мир. То есть мы ведем с Богом диалог через то, что происходит в окружающем мире. И мы все вместе, еврейский народ, мы являемся детьми пророков в том смысле, что мы воспринимаем божественное откровение. Может быть, на инолах здесь тоже как-то подключаются. Это еще слишком новая тема, чтобы это обсудить. Но уж, по крайней мере, еврейский народ здесь точно является рецепиентом, если так можно сказать, божественного откровения. Поэтому верно, что когда были пророки, то основная часть откровения шла через пророков, но и тогда, не только через пророков. Аж после окончания эпохи пророков это стало только через наше понимание мира, как диалог с Богом. Первый средой в шаббат, и что, в чем проблема? А, что первый средой в шаббат? Да, он спрашивает. А, хорошо, да, да, первый средой в шаббат. Да, в это ничего, никакие проблемы не составляют. В субботу можно праздновать Песох, никакой проблемы нет. Да. Так, хорошо, тогда, я думаю, что на этом мы на сегодня закончили наш урок. Теперь, по расписанию, важная вещь, по расписанию, на следующей неделе у нас нет занятий, потому что у нас праздник Песох. Теперь, после этого, 9 апреля и 16 у нас есть уроки, а 23 и 30 уроков нет. И важно же не только 23 и 30, но также и 7. То есть 23 и 30 апреля и 7 мая, а даже 14 мая нет уроков. Это значит, что у нас там будет перерыв, будет на целый месяц, и дальше будет 21 мая. То есть ближайший урок у нас, сейчас, секундочку, еще раз мы посмотрим, что у нас происходит. У нас сегодня 10-е. Значит, ближайший у нас будет 7-го и 16-го, будет два урока, а потом будет перерыв почти на месяц. Все, тогда на сегодня мы закончили. И праздник Песох, надо всех поздравить, Песох Кашер в Асамах, и что все было замечательно. И еще должен быть поэкламировать, конечно, Агада Пяти Бокалов, которая только вышла в этом году. Замечательная книжка, где восстановлены пятый вопрос, а нет, только четыре. Пятый вопрос, пятый сын, пятый бокал Агада, которая в стране Израиля. Здесь опять все разные мнения, некоторые принимают, некоторые нет, как все новое. Но, по крайней мере, эта вещь очень интересная, и всем я рекомендую ее, пока я имею, посмотреть. Все, тогда на сегодня все. И закончили наш этот урок. Секунду, да, секунду, 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 секунду. Да, закрывай просто. Сейчас я должен здесь. Нет, все, все выключить. Все, сзади, да. Спасибо. 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 Спасибо.